Всем добрый день! Здравствуйте! В эфире КАФУ ЛАЙФ. Я его ведущий Роман Полинсков. Как обычно, мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский федеральный университет 2023 года. Сегодня в очередной раз у нас Институт феологии и межкультурной коммуникации, но разговор пойдет немного не о приемной кампании, а о направлении, которое там есть, и то направление, которое сегодня затронем, на самом деле очень интересно. Я сам лично об этом мало что знаю и тоже вместе с вами, уважаемые бетуренты, готов сейчас получать новые для себя знания. А с вашего позволения представлю тех людей, которые нам об этом всем расскажут. Елена Анатольевна Горобец, заведующий кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики, руководитель научно-исследовательской лаборатории нейрокогнитивное исследование, заведующий центром патологии речи научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Елена Анатольевна, добрый день. Юлия Александровольская, ассистент кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики. Юлия Александровна, вам тоже добрый день. А также Ильяс Маратович Фатахов, магистрант, медицинский психолог медико-санитарной части Казанского федерального университета и научно-клинического центра презентационной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Илья Смаратович, тоже добрый день, рад вас всех здесь видеть. Я уже сказал нашим абитуриентам, нашим зрителям, то, что эфир у нас сегодня будет необычный, и давайте вкратце вы расскажете, о чем именно он будет. Я просто боюсь неправильно это сказать, о чем мы сегодня будем говорить. Сегодня мы будем говорить о научных направлениях, которые реализуют наши кафедры, и, соответственно, об образовательных программах, которые мы реализуем, о программе по прикладной филологии, которая ориентирована в первую очередь на подготовку прикладных лингвистов, а также о программе «Русский жестовый язык», которая предназначена для того, чтобы подготовить переводчиков русского жестового языка. Более, наверное, людям известны сурдопереводчики. Вот это официальное правильное название сурдопереводчиков, переводчики русского жестового языка. Спасибо. У нас есть уже заготовленные вопросы, но также, уважаемые абитуриенты, я напоминаю то, что по ходу прямого эфира вы можете писать свои вопросы в комментариях к нашей прямой трансляции, самые интересные из них мы обязательно зададим. Начнем с первого. Когда я готовился к эфиру, меня серьезно немного смутило то, что много связано с нашей медицинской санчастью Казанского федерального университета, что-то с медициной, хотя мне до этого сказало то, что у тебя сегодня филологи на эфире будут. Как это так получилось? Ну, это получилось достаточно легко. Что за эксперимент? Нет, это не эксперимент. Для обычных людей это выглядит так, как эксперимент. Этому эксперименту на самом деле достаточно много лет. Дело в том, что уже в течение последних 20 лет в России активно лингвисты вовлечены в вопросы реабилитации, вопросы диагностики реабилитации. И мы работаем с пациентами, у которых есть когнитивные нарушения и речевые расстройства. Мы работаем с ними в самых разных аспектах. Есть такая наука нейролингвистика. И, естественно, мы работаем в междисциплинарном ключе. То есть тесная наша работа с врачами, с логопедами, тесная наша работа со специалистами в области генетики, радиологии. Она приводит к тому, что у нас получается вот такое комплексное исследование, которое позволяет реабилитировать пациентов быстрее и лучше, как взрослых, так и детей. Я бы здесь хотела Илья Самарадычу попросить рассказать о своем опыте. Он клинический психолог медико-санитарной части. Клиническая лингвистика, нейролингвистика, психолингвистика – это тот перечень направлений, который как нельзя лучше отвечает тенденции современной науки к междисциплинарному взаимодействию. Это направление, которое оформилось на перекрестке двух научных путей – медицины и нейронаук с одной стороны, нейропсихологии, нейробиологии, неврологии, нейропсихиатрии и так далее, и, собственно, лингвистической теории и языка знания с другой. Дело в том, что в современной клинической практике существует значимая группа заболеваний, ну, если образно выражаться, которые невозможно потрогать руками. Что я имею в виду? То есть методами физикальной, инструментальной диагностики точно установить масштаб и очаг поражения невозможно или представляется маловозможным. К таким состояниям относятся, например, когнитивные нарушения – это постепенно нарастающее ухудшение памяти, концентрации внимания, гнозиса и других высших психических функций. Это, конечно же, вопросы тревоги, депрессии, уровня стресса, невротизации, ну, а также такие вещи, как головокружение и боль. Поэтому лингвисты, конечно же, в тандеме с врачами осуществляют диагностику подобных состояний. Дело в том, что в случае с такими состояниями диагноз преимущественно опираются на вербальный отчет пациента и его ближайшего окружения. Поэтому ведется работа в этом русле, а именно создаются психометрические инструменты, шкалы, опросники, лингвистически валидные, с помощью которых можно больше объективировать процесс диагностики подобных состояний. Да, то есть мы разрабатываем как раз этот инструментарий, естественно, со всеми нашими уважаемыми коллегами, которых я перечислил до этого вместе, и мы участвуем в диагностике и реабилитации. В рамках нашей программы по прикладной филологии как раз нейролингвистическое направление, оно очень активно развивается. У нас очень многие студенты работают как раз именно в данном направлении, дальше продолжают обучение в магистратуре. То есть вот этому всему учат в институте филологии? Этому всему, то есть непосредственно нейролингвистики, да, безусловно, учат в институте филологии. Всем остальным аспектам, о которых Ильяс Маратович рассказывает, люди обучаются в дальнейшем в ходе, если они решают, что это их предназначение, их путь, в дальнейшем они все больше и больше повышают свою квалификацию и получают дополнительные навыки, вот как непосредственно Ильяс Маратович, и становятся такими многопрофильными специалистами, но нейролингвистики обучают именно в институте филологии, да. Интересно, давайте поговорим еще больше о вашей кафедре, вот углубляемся в вашу тематику, чем еще занимается? На нашей кафедре очень много прикладных направлений о том, что такое прикладная лингвистика и каково ее отличие, собственно, от лингвистики. Ну, наверное, можно долго говорить, здесь я хотела бы вот Юлию Александровну о своем опыте рассказать, попросить. Начну сначала с своего пути, пожалуй, как я попала на прикладную лингвистику. На самом деле здесь есть проблема о том, что многие не знают, что такое прикладная лингвистика, это какое-то загадочное словосочетание, непонятно, чем там занимаются лингвисты, филологи. Когда я поступала в ВУЗ, я знала, что хочу свою деятельность связать с языком, с текстом, но выбирала изначально я отечественную филологию, то, что знакомо, то, что понятно, литература, русский язык и так далее. Но когда ближе ознакомилась с учебным планом и прикладной лингвистики отечественной филологии, поняла, что прикладная лингвистика мне ближе. И здесь, наверное, две такие отличительные черты. Это междисциплинарный характер. И в этих исследованиях по прикладной лингвистике мы можем выйти за рамки исследования языка. Либо мы можем использовать язык, изучение языка как некий инструмент для достижения других междисциплинарных прикладных задач, как, например, вот в области нейролингвистики, либо, наоборот, использовать экспериментальные методы из других наук и не всегда гуманитарных, например, из математической лингвистики, где активно используется корреляционный статистический анализ для исследования языка. То есть вот это меня очень интересовало, что можно изучать и другие дополнительные дисциплины. И когда я увидела в учебном плане психолингвистику, нейролингвистику, когда ты знаешь, что ты не станешь медиком, но можешь связать свою любовь, язык и вот эту область, это очень здорово. Политическая лингвистика, компьютерная лингвистика и так далее. И когда я увидела эти дисциплины, я просто забрала свои документы с отечественной филологией. И на самом деле я подала, я сейчас понимаю, как я рисковала, я подала только на одно направление, в один вуз, оригинал, и сидела, ждала. Ну, благо, я поступила. И дальше магистратура, аспирантура, и уже решила остаться на кафедре, поскольку вот именно вот этот междисциплинарный аспект и нацеленность на практический результат для меня важно. То есть я не теоретик, я больше практика, и мне хочется вот видеть продукт своей деятельности, будь то опросник, да, диагностический, будь то те ресурсы, которые связаны с обработкой естественного языка, базы данных, электронный словарь и так далее. Пожалуй, наверное, все. Достаточно интересный рассказ. Сам себя вспоминаю, тоже, когда поступал, только одно заявление сюда подал и ждал результатов. Вопрос следующий. Почему возникла идея открыт направление, связанное с русским жестовым языком? Здесь я еще добавлю, больше как бы нашего поля деятельности, вот, например, телевидение. Раньше мы вспомним в 90-е годы постоянно вот этот вот квадратик с женщиной, которая руками делала определенные пассы, сейчас же все идет с субтитрами. Вот вы, собственно, половину ответили на свой вопрос. Дело в том, что вообще по России очень мало переводчиков русского жестового языка, их где-то в 7 раз меньше, чем нужно, и в Татарстане в том числе. И, соответственно, татарстанское отделение Всероссийского общества глухих обратилось к нам с такой просьбой. Дело в том, что переводчик русского жестового языка – это настоящий переводчик. Он переводит с языка словесного на язык русский жестовый, он так официально называется. Хотя еще раз говорю, наверное, тем, кто нас слушает, более привычное слово сурдопереводчик. И готовить их надо так, как готовят лингвистов, так, как готовят переводчиков. И поэтому они должны получить всю базу, которую получают наши лингвисты для того, чтобы быть профессиональными переводчиками, потому что это настоящий язык со своей системой, и существуют определенные правила перевода, и этому всему надо учиться не на каких-то курсах повышения квалификации, а в рамках базового бакалавриата. Надо сказать, что бакалавриат по этому направлению есть мало где. В России всего в трех местах можно сейчас получить образование настоящее выше по данному направлению. Ну и надо сказать, что очень высокая востребованность ведь у этих специалистов. Дело в том, что они уже со второго курса являются практически очень востребованными, соответственно, перспективы трудоустройства. Достаточно широкие, потому что их не хватает, и мы их специально готовим для того, чтобы удовлетворить потребность нашего общества в хороших, качественных специалистах, настоящих лингвистах, которые могли бы переводить на русский жестовый язык и с русского жестового языка. Но программа у нас интересна еще не только этим, но и тем, что параллельно они учат и английский язык. То есть получается, что у нас переводчики с русского жестового на русский жестовый, и с английского, и на английский. И это, конечно, достаточно привлекательно. И очень хорошо вот в этом году у нас 25 бюджетных мест, и мы, конечно, надеемся на то, что мы очень хороших наберем, как и в этом году. Собственно, хороших мы набрали ребят, мы надеемся, что и в следующем году мы наберем тоже очень хороших выпускников, абитуриентов, мотивированных. Им очень интересно учиться. Непосредственно практика речи у нас осуществляется следующим образом. Мы работаем по такой программе, где практику речи ведут носители языка. Носители русского жестового языка — это глухие. И работа начинается сразу же. Человек, наш преподаватель, заходит в аудиторию и начинает разговаривать на русском жестовом языке. И таким образом они обучаются. Они обучаются достаточно быстро, и это интересно, очень интересно. А вот какая мотивация у тех ребят, которые поступают к вам? Мотивация быть полезными, наверное, такая же, как у всех переводчиков. Когда человек хочет работать с переводчиком, он хочет как-то соединять разные миры и переводить одни культурные коды с одного языка на другой. Здесь это совершенно то же самое. Причем это еще специфические культурные коды, потому что я бы не сказала, что каждый человек знает много об обществе глухих, о жизни неслышащих людей, и в том числе желание участвовать в гуманитарно-ориентированных проектах, безусловно. Я думаю, что мотивация приблизительно такая же, как у тех наших ребят, которые в результате посвящают себя реабилитации, детям с задержками речевого развития. Приблизительно такая же мотивация. Желание приносить пользу, желание иметь профессию, от которой есть счастье, потому что ты видишь, что она всем нужна. Давайте больше углубимся в учебный процесс. Как именно занимаются? Уже рассказали немного то, что с носителем самого языка. Помимо этого, что еще есть? Помимо этого, читают базовые курсы, которые читают всем лингвистам. То есть они получают очень приличный курс современного русского языка, английского языка, ну и, соответственно, русского жеста. Есть практика по английскому языку, практика по современному русскому языку. И учебный план, ну такой достаточно плотный. Очень много практик. То есть практика речи, практика речи. Вот учеба протекает таким образом. У них есть научно-исследовательская работа, дальше они будут специалистами, очень востребованными в России, потому что их достаточно мало. Специалистов по жестовым языкам их немного, если мы возьмем какую-нибудь другую область. Ну, например, много ли специалистов по методике преподавания, скажем, литературы, но их достаточно много. А здесь вот наблюдается явный дефицит. И здесь ребята могут сказать в науке свое новое слово, и это слово востребовано. Ну вот затронем такую тему, как оплата, деньги-то всем нужны. Может быть, знаете, сколько по минимуму сейчас может получать переводчик с русского на русский жестовый? Потому что вот просто сравним сейчас постоянно вот эти рекламы. Будь IT, там на HeadHunter столько у нас объявлений, там от 100-150 тысячная зарплата просто от того, что ты на работу придешь. Вот у переводчиков на жестовый язык, как дела с этим обстоят? Ну, я не могу сказать, какие у них оклады, потому что у них работа ведь зависит от того, сколько они непосредственно переведут и как они будут работать. Но работа оплачивается хорошо и уж точно не меньше, чем работа переводчиков с английского на английский. То есть это надо правильно понимать, кто такие переводчики русского жестового языка. Это настоящие переводчики. То есть это не просто какие-то вспомогательные специалисты, тьютеры. Это настоящие переводчики, и у них все так же, как и у всех других переводчиков. Ну, то есть оплата зависит от того, насколько ты спец в этом. То есть ты можешь быть переводчиком и при Владимире Владимировиче, когда он занимается с другими послами государств, например, с англичанами, немцами и всем остальным, либо же где-то в школе. Оплата зависит от мотивации самого человека, от того места, куда он, естественно, трудоустраивается, ну, как вы сказали. Ну, естественно, она зависит от того, насколько человек мотивирован зарабатывать. То есть, может быть, он будет выходить на один перевод в день, может быть, на пять. Это уже зависит от самого. Вот вопрос еще один возник. Перевод с русского на русский жестовый. То есть, получается, есть и английский жестовый, и французский жестовый, и немецкий жестовый. То есть он никак отдельный. Нет, там немножечко другая классификация. А как это работает? Есть международные жестовые языки, и у жестовых языков есть свои диалекты. Этому мы тоже, кстати говоря, ребят, вот обучаем, и есть история жестовых языков. Специалисты по русскому жестовому языку, они официально закреплены именно как специалисты по русскому жестовому, то есть это тот язык, который используется на территории Российской Федерации. Но надо сказать, что и здесь есть свои небольшие диалекты. Ну вот как наш, собственно, преподаватель, который этим занимается и является при этом председателем татарстанского отделения Всероссийского общества глухих Венера Мунирована Галстон говорит, в Татарстане есть свои специфические жесты, которых нет больше нигде. Вот она как раз занимается в научном плане изучением этой проблемы. А представители разных культур начинают понимать друг друга довольно-таки быстро, поэтому изучение русского жестового языка является, ну, таким проходным билетом в то, что и в международном сообществе понимать их будет достаточно легко. Но там есть отличия. Есть они. Вот затронули то, что есть вот исследования по этому поводу, что в Татарстане есть свои жесты определенные, которые подходят вот именно под эту местность, под этот колорит национальный. Я это правильно, наверное, понимаю вас, да? А какие еще научные исследования можно в этом плане развивать? Ну, не хватает научных исследований непосредственно в области русского жестового языка, именно таких вот системных, которые есть, например, в очень большом объеме в отношении языков, вербальных языков, звучащих. Здесь ведь энтузиазм необходим очень большой, и люди, которые очень хорошо знают и то, и другое. Поэтому, в принципе, здесь очень много еще непознанного. Это такая сфера, где, еще раз повторю, человек может сказать очень много нового. Там очень много тем. Очень. Там, ну, не могу сказать, что практически ничего не изучено. Но хорошее лингвистическое описание жестовых языков — это то, что еще ждет своих научных старателей. То есть у ребят, которые только-только поступают, непаханное поле всех этих тем, может быть, что-то новое да и откроют, и, может быть, в дальнейшем сделают прям международный-международный язык. А международный жестовый язык есть? Ну, прям вот определенно вот таким сделать, чтобы вот на 100% уже готовый. Нет, вряд ли они его изменят. Но изучение, изучение структуры этих языков — это то, чем они как раз могут заниматься. И именно они могут этим заниматься, как лингвисты. Они те, кто прошел повышение квалификации для того, чтобы, ну, помогать где-то. То есть здесь совсем другой уровень. Они получают базовую лингвистическую подготовку. Это позволяет им быть и практиками, и учеными одновременно. Какие языки могут изучать студенты, обучаясь по вашим направлениям, кроме английского? Ну, если мы берем направление по прикладной филологии, русский литература, конечно, это английский. Два года они его обучают, обучаются ему. Также польский язык и древние языки, старославянский, латинский язык. Но если студент хочет расширять поле, изучать другие языки, у нас все-таки высшая школа русской зарубежной филологии. Есть курсы в лингвистическом центре. Некоторые студенты параллельно на дополнительные курсы идут, если хотят углубляться в какой-то язык. На соседних кафедрах организуют кружки, клубы языковедческие, где студенты в неформальной обстановке могут общаться, развивать речь на том или ином языке, который они обучают. То есть здесь есть возможности, помимо учебного плана, изучать другие языки. Ну, что касается жестового, у нас профиль, да, двойной ведь. Они ведь могут изучать, они и так изучают в большом объеме английский язык, это большое количество часов. А по сути они ведь могут и связать свою деятельность с переводоведением на английский язык, верно ведь? То есть двойной профиль. То есть у них тут очень глубоко изучаются английский и жестовый язык. Вот сейчас один вопрос возник, просто ухо резонуло. Я привык, что говорят стандартный набор у нас языков, это английский, французский, испанский, немецкий, польский. Как он здесь оказался? Да, конечно. Польский язык преподается на программе базового филологического образования по профилю подготовки прикладной филологии по ряду причин. Одна из них – это дань Казанской лингвистической школы, основателем которой был Иван Александрович Будуэн де Куртене, поляк по происхождению. Это одна причина. Другая причина же, поскольку все-таки филология русская, да, и русский язык изучается в сравнительно исторической перспективе. И для понимания более полного славянского словообразования, вообще вот этих палеословистических исследований, необходим славянский язык. Да, русский язык относится у нас к восточной подгруппе, славянской группе языков. Старославянский язык, который тоже изучается, он относится к южнославянской ветви. Польский язык относится к западнославянской ветви, и поэтому картина изучаемых славянских языков представляется более масштабной. И есть раздолье такое, да, чтобы посмотреть на те лингвистические процессы, которые происходят в славянских языках, в разных их изводах. То есть я правильно понимаю, что польский язык выбран как такой входящий именно вот в эту группу славянских языков, как раз-таки, которые на западе? Потому что, зная, например, то, что русский спокойно поймет белорусы и украинцы, белорусы и украинцы спокойно поймет поляка, поляк поймет чеха, словака, и так дальше пошли до Сербии. Это вот как раз-таки выбрали такой центр, получается, да? Ну, здесь сравнительный аспект важен, но и, безусловно, это традиционно было в Казанском университете, всегда на нашей памяти. Со второй половины XX века польский здесь преподавался все время, и очень много было научных связей. И наши преподаватели, вот те, кто учили нас, они практически свободно все владели польским. И да, выбран язык как один из представителей западнославянской группы. Это необходимо. Дело в том, что у нас в рамках прикладной филологии, вот в этом направлении, прикладная филология русский язык и литература, у нас есть группа IT-палеословистов. Палеословисты – это люди, которые занимаются изучением истории славянских языков, но, естественно, так как он славянский, русского языка. И делается все это с применением современных информационных технологий. Очень наши коллеги востребованы и выигрывают гранты очень хорошие. Такие известные ученые, и из молодых получаются очень известные ученые. Вообще, для тех, кто нас слушает и, возможно, рассматривает выступление к нам, сразу хочу сказать, что у нас направление такое. Мы ориентированы на то, чтобы подготовить ученых в том числе. То есть у нас достаточно большой процент ребят становится исследователями. Я с гордостью всегда говорю, что половина нашей кафедры – это наши бывшие выпускники, потому что они пришли с такой целью – заниматься наукой. Это прекрасная цель – заниматься наукой, и современной наукой заниматься очень интересно. Все они достаточно успешны. Вот Юлия Александровна у нас здесь присутствует. Юлия Александровна, например, когда обучалась в аспирантуре, выиграла грант РФФИ по теме своей аспирантской работы. Илья Смаратовича – одна из лучших студенческих научных работ, и он постоянно тоже выигрывает в разных конкурсах. То есть это активная студенческая жизнь, это активные занятия самыми разными направлениями. И кажется достаточно разнородным. Вот тут нейролингвистические исследования, тут компьютерная лингвистика, тут история языка. Но все это объединяют методы, прикладные методы обработки языка и речи. То есть конкретную сферу человек выбирает в зависимости от своих предпочтений. А методология исследования, она дает возможность делать все эти исследования современными, соответствующими современным требованиям к научным исследованиям. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Реализуют ли ваши кафедры магистерские и аспирантские программы? Если да, то какие? Да, конечно, реализуют. У нас есть магистрская программа прикладной языка знания. Мы достаточно много лет ее уже реализуем. И выпускники этой программы очень сильные. Они практически все поступают в аспирантуру, либо в аспирантуру в Казанском федеральном университете, либо в другие аспирантуры, в других университетах. И это направление, которое позволяет очень глубоко изучить разные аспекты прикладной лингвистики. А аспирантуры у нас по направлению 5.9.8, теоретическая прикладная и сопоставительная лингвистика. Это новые уже шифры специальности ВАГ. И 5.12.3, междисциплинарные исследования языка. Вот как раз то, с чего вы начали. Несколько удивительно, что лингвисты занимаются не языком в чистом виде, а языком в приложении еще к чему-то. Активизация этих исследований в течение последних 15 лет в России привела к тому, что была создана такая вот особая специальность. 5.12.3 – это междисциплинарное исследование языка. И в рамках вот этих специальностей мы можем готовить таких профессионалов, о которых мы говорили в самом начале. То есть на стыке нескольких наук. Но все мы прекрасно знаем, что сейчас что-то новое можно открыть на стыке нескольких наук. Очень высокая вероятность именно там. И о необходимости междисциплинарных исследований тоже все говорят. И как раз вот эта специальность позволяет нам их правильно развивать дальше. Интересно. Еще один вопрос у нас здесь есть. Заранее нам его написали. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о лингвистической экспертизе текста. И пояснение идет. Это же анализ текста на предмет наличия оскорблений, кривиты или что? А лингвистическая экспертиза текста – это одно из наших научных направлений, которые можно назвать скорее практикоориентированными больше, нежели теоретически научным, поскольку это действительно очень интересная область. И у нас на кафедре работают профессионалы-эксперты, именно лингвисты. То есть есть эксперты-психологи, есть эксперты-лингвисты. И как раз вот сейчас у нас очень активизируется это направление. Здесь я хотела бы дать слово Илья Смаратовичу, потому что он расскажет очень подробно. Лингвистическая экспертиза текста – это одно из самых востребованных в мире направлений прикладного языка знания, потому что с появлением интернет, медиа, СМИ, их расширения, возросло количество речевых преступлений. Поэтому задача эксперта-лингвиста – исследовать речевую продукцию с целью определения ее смысловой направленности, а также ответить на вопросы, которые перед ним поставлены. Это вопросы на экспертизу речевой продукции с целью выявления в них сведений, которые можно квалифицировать как ту или иную форму клеветы, оскорбления, экспертиза речевых высказываний на предмет содержания в них признаков экстремизма, экспертиза речевых объектов на предмет содержания в них плагиата, экспертиза рекламных текстов, товарных знаков с целью установления их подлинности, оригинальности и прочее в этом плане. Ну а также экспертиза речевых высказываний, речевой продукции на предмет содержания в них сведений, унижающих честь, порочащих деловую репутацию, оскорбляющих достоинства человека в этом плане. Данная дисциплина лингвистической экспертизы текста реализуется в программе бакалавриата филология по направлению подготовки прикладная филология. Реализует эту программу преподаватель нашей кафедры Татьяна Юрьевна Виноградова, доцент, кандидат филологических наук. Она является судебным экспертом GLADIS, гильдии лингвистов-экспертов по деловым и информационным спорам, судебным экспертом объединения криминалистика. Поэтому, как Лена Анатольевна сказала, уже практика, ориентированность в этом курсе, она налицо в этом плане. То есть студенты-филологи изучают ее как одну из дисциплин программы. Те же студенты, которые не являются филологами, но которых такая программа может заинтересовать, наша кафедра реализует также программы дополнительного профессионального образования, а именно курса повышения квалификации с одноименным названием «Лингвистическая экспертиза текста», после успешного прохождения которых и итоговой аттестации, дается удостоверение установленного образца, которое подтверждает компетентность в области экспертной лингвистической деятельности. В этой программе участвуют в качестве основных преподавателей лингвисты, психологи, государственные и федеральные эксперты Минюста России, а также другие преподаватели нашей кафедры. Поэтому программы ориентированы на лиц, которые уже имеют высшее образование, а также студентов только его получающего, то есть по факту получения имя высшего образования они также могут получить к этому времени еще дополнительный документ о повышении квалификации. Поэтому на выходе можно получить более углубленную специализацию в области лингвистической экспертизы текста и таким образом помогать решать судебные споры, судебные разбирательства, внося в это таким образом свою лингвистическую лепту. Вот сейчас сижу и думаю, как же много можно узнать, когда ты ведешь эту программу. Я же не ослышался, речевое преступление было сказано, а вот можно тогда условно это назовем курс повышения квалификации за минуту. Вот просто пример мне скажите, пожалуйста, как это работает, вот как над текстами, над рекламой в СМИ это выявляется. То есть учитывается там, например, та же самая игра слов, например? Да, конечно. Например, лицо, которое чувствует себя потерпевшим в данной ситуации, давайте возьмем на примере оскорбления. Ему в личных сообщениях, в социальной сети, допустим, написали что-то нелицеприятное. И лицо чувствует свою честь ущемленной, а и достоинство опорочено в этом плане. Вот у него возникает как раз-таки совершенно справедливое чувство какого-то справедливости, какого-то возмездия и отмщения в этом плане. Поэтому он обращается, зная о том, что у нас есть статья об оскорблении, статья о защите чести, достоинстве деловой репутации. И он идет в агентство, в бюро экспертизы с целью установления юридического факта, есть ли в данном речевом отрывке именно те сведения, которые 100% можно квалифицировать как ту или иную форму оскорбления. Лингвист-эксперт проводит полный тщательный анализ речевой продукции, по всем языковым уровням, фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом, семантическом и прочее, а также паралингвистическим, то есть внеязыковым, с целью действительно верификации, установления, есть ли факты оскорбления в этом письме. Потому что оскорбление – это что-то директивное. Например, я считаю, что вы ошибаетесь, и, по моему мнению, вы глубочайший дурак, оскорблением не является, потому что является выражением мнения. Потому что там есть в лингвистике, это называется пресуппозиция. Я считаю, по моему мнению, человек здесь высказывает свое мнение в этом плане, которое, естественно, может быть выражено категорически и так далее. Но если у нас есть директивы, да, «ты дурак», «ты осел» и прочее, прочее, такие даже животные подчас метафоры, то здесь у нас директивное оскорбление, которое можно действительно читать речевым преступлением. Поскольку у нас поведение есть как речевое, так и неречевое. Естественно, драка с битьем посуды на кухне – это неречевое поведение. У него есть травмы, да, какие-то последствия, которые уже в судебно-медицинской экспертизе, да, это их прерогатива. Но также речевое поведение, речь, слово – это поступок, да, здесь вспоминается русская пословица, что слово – это воробей, вылетишь, не поймаешь. Поэтому вот здесь даже нужно быть крайне осторожным, потому что, как писал классик, слово можно спасти, да, слово можно убить, слово можно полки за собой повести в этом плане. То есть рассматривается где мнение, где утверждение и все остальное. Да, это один из множества, из большого круга проблем, которыми занимается лингвистическая экспертиза. Я бы привел массу других примеров, которые посвящены, например, нашим медийным лицам, лицам шоу-бизнеса. Но поскольку все-таки наше шоу, наша программа предполагает… Да можно и шоу, почему бы и нет. …какую-то цензуру, да, это достаточно нецензурные, да, вещи, содержащие обсценную лексику. Работа лингвиста-эксперта очень сложна. Может быть, если слушать просто, просто слушать, кажется, что это очень просто. Эксперт решает, оскорбение это или нет. На самом деле это решить очень тяжело, и лингвист-эксперт всегда работает вместе с экспертом-психологом. Это коллективная работа. Поэтому вот то, что Илья Смаратовича сказала, курс повышения квалификации, там у нас обязательно есть психологи, потому что они всегда обязательно есть и в самом процессе. Это очень сложная работа, требующая внимания, требующая усердия и требующая хорошей-хорошей подготовки. Наверное, для меня это один из самых сложных видов работы, потому что те вопросы, которые решаются, те решения, которые принимаются, они, как видите, где-то, может быть, даже судьбоносные. Поэтому крайне интересная специальность, и этому можно научиться. Меня же самого заинтересовало. Так что любители поиграть в Доту-2, а остальные киберспортивные движухи просто на улице, ребята, внимательно. Таких специалистов тоже готовят. Если что, как говорится, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Приходите к нам повышать квалификацию. Обязательно, обязательно. Возьмем всех коллег и вместе к вам придем. Время нашей программы подходит уже к концу. Благодарю вас за то, что вы пришли к нам. Есть еще пару минут. Если есть что-то добавить нашим абитуентам, пожалуйста, камеры ваши. Наверное, про профессиональный рост мы немножко не успеем затронуть. Именно в рамках прикладной лингвистикой, прикладной филологии уже сам учебный план способствует буквально со второго курса студентам определяться, в каком направлении они хотят разбиваться, научным, профессиональным. То есть уже со второго курса появляется нейролингвистика, компьютерная лингвистика, психолингвистика, экспертиза текста и так далее. Некоторые наши студенты уже после бакалавриата работают при МВД экспертологами-лингвистами, проходят, соответственно, стажировку. Некоторые, поскольку у нас много в учебном плане дисциплин по корректуре, редактуре текста, с этой сферой себя связывают. Ну и те, кто идут в магистратуру, аспирантуру, уже хотят связать себя именно с научными прикладными исследованиями. И здесь есть, наверное, большое преимущество именно исследований в области прикладной лингвистики. Вот этот междисциплинарный характер и направленность на практический результат. Как, к примеру, уже Элена Анатольевна говорила, вот удалось мне грант выиграть именно с темой по компьютерной и квантитативной лингвистике. То есть там практический результат, конкретная база данных создается. Коллега моя и одногруппница тоже выиграла с темой по нейролингвистике. Уже тоже этот грант же для аспирантов. В магистратуре удалось выиграть электрические выплаты с темой по нейролингвистике. То есть, конечно, указывает на актуальность этих тем прикладных, на востребованность таких специалистов с такими компетенциями, с такими навыками. То есть в науке себя ребята тоже могут найти и реализовать в разных сферах. Интересно. Илья Асмарадович, есть что добавить? Может, что-то пожелать абитуриентам? Ну, тоже хочется завершить такой фразой, да, что вот есть такая расхожая фраза, что если ты выберешь работу по душе, то тебе ни одного дня в жизни не придется работать. Поэтому советую абитуриентам очень тщательно подойти к выбору своей будущей специальности, чтобы в конечном итоге не остаться у разбитого корыта в этом плане. Спасибо, Илья Анатольевна. Мы очень любим своих студентов и готовим своих студентов в смену себе. Все. Замечательно. Что же, еще раз благодарю за то, что нашли время к нам прийти. Очень интересная тема на самом деле. Как вы говорите, то, что работа должна быть хобби, вот она у меня есть, и я рад, что я еще сегодня что-то... Мой коллега не даст соврать, тоже много чего сегодня узнали, да, Вячеслав Юрьевич? Еще раз большое спасибо, надеемся, еще увидимся с вами в рамках нашей программы и не только. Может быть, что-нибудь новое вместе с вами тоже придумаем. Спасибо вам. Спасибо вам. Это был КФУ Live для Института феологии и межкультурной коммуникации. Всем хороших выходных, увидимся в понедельник. КФУ Live для Института феологии и межкультурной коммуникации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!